Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники Директ-Академии! Я приглашаю вас на наш очередной вебинар. И этот вебинар будет называться «Вики-статья об организации. Как избежать типичных ошибок». Но перед тем, как передать слово нашей сегодняшней ведущей Ане Бирюковой, я хотел бы сказать вам несколько фраз, особенно тем, кто впервые у нас в Директ-Академии. В самом начале нашего чата размещены 4 полезные ссылки. Первая из них ведет на нашу главную страницу, на страницу расписания вебинаров. И в ней вы можете зарегистрироваться на любой вебинар до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И на ней будет размещена запись и этого вебинара тоже. Видимо, сегодня вечером или завтра. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ-Академии. И там вы можете познакомиться с предложением 11 курсов, по которым можно обучиться. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. В конце нашего вебинара вы сможете приобрести сертификат об участии в нашем сегодняшнем мероприятии. И, наконец, я хотел бы проанонсировать мероприятия, которые пройдут у нас в ближайшее время. Во-первых, это три наших следующих мероприятия. Завтра у нас вебинар, который буду вести я. Называться он будет «Больше, чем галерея. Арт-портал в школе и вузе». В пятницу, 5-го числа, Иван Травкин из Южно-Сахалинска будет вести вебинар «Таксономия Блума в цифровом классе. Не знать, но понимать». И в понедельник, 8-го апреля, Дмитрий Кречман с вебинаром «Цифровое пространство образования» на платформе eLearning 5G. И, наконец, в конце своей короткой вводной речи я хотел бы проанонсировать следующий вебинар нашей сегодняшней ведущей Анны Бирюковой, который состоится 22-го апреля. И будет называться «Большая наука и Википедия. Мировая практика. Российские проекты. Исследования». Ну, я надеюсь, что Анна сама представит этот вебинар и немножечко о нем расскажет сегодня. Вот, а сейчас я передаю слово Анне. Анна, прошу. Ну, а я как всегда ухожу в час. Хорошо. У нас сегодня самые стойкие. Немножко организационных моментов до того, как мы начали. В прошлый раз оказалось, что я не увидела все вопросы, которые были и какие-то пропустили. Собственно, от одного вопроса как раз пошла целая тема еще целого вебинара, потому что тема науки и связи с Википедией, она очень большая. Плюс я сама делала научные исследования, основываясь на данных, которые есть в Википедии, поэтому там есть что рассказать. И это имеет смысл оставить на следующий раз. Поэтому давайте мы договоримся, что вы либо свои вопросы будете оставлять в специальной вкладке, которая есть рядом с общим чатом, просто чтобы я это не потеряла, потому что я в какой-то момент открою эту вкладку и посмотрю, что там есть. Либо, когда я буду отвечать на вопросы и спрошу вас, что я пропустила, просто напомните мне в чат, что я что-то не заметила, и я на это отвечу. Что еще из организационных моментов? Я надеюсь, что часть из вас была на прошлой лекции. Я сейчас не буду повторять какие-то основные вещи. То, что я сейчас буду рассказывать, мне на самом деле это больше нужно как видеозапись, потому что это очень универсальная вещь. Я надеюсь это распространить среди различных тематических групп. То есть я буду рассказывать в большей части на примере, наверное, какого-нибудь университета. Но так или иначе это применимо к любой организации, и правила примерно одинаковые. То есть какие-то специфические вещи по Википедии я говорить не буду, про то, как, например, редактировать. Это совсем отдельная вещь. Я буду говорить конкретно про то, что связано со статьями об организации, про то, как это все создавать. Опять же, я надеюсь, что уложусь в час. Если нет, извините, но я об этом предупрежу. Давайте начнем. Всем видно презентацию? Кому не видно, просто дайте об этом знать, если у кого-то есть какие-то вопросы. Я расскажу на примере... Ну, это список статей, которые либо писали мы, либо я к ним имею отношение, либо я просто нашла хороший пример, потому что на это можно ориентироваться. Собственно, статья об организации — это очень широкий спектр. Не обязательно быть такой крупной компанией, как NVIDIA или как, не знаю, Яндекс.Ру или что-нибудь еще. Не обязательно быть коммерческой компанией, не обязательно быть государственной компанией. Это может быть примерно все, что угодно. Организация — это... Извините. Организация — это очень такая широкая вещь, и про это можно написать очень много. Я не знаю, работают ли у вас ссылки. Вы можете переходить по ссылкам с презентацией или это только картинки? Что ж, тогда давайте я вам буду отправлять какие-то ссылки, просто чтобы они были... Те, кто будет смотреть эту запись, потом, может быть, самостоятельно посмотрят, либо... Да, действительно, можно расшарить презентацию и можно посмотреть. Вам теперь должно быть видно. Давайте посмотрим просто на примере NVIDIA. Какие-то вещи я буду скриншотить и показывать, какие-то вещи буду просто рассказывать. Это очень большая компания с очень большой историей. И понятно, что далеко не каждая компания, которая будет написана, будет такого размера. Это вообще очень редкая для... Даже не только для Рубики, вообще для всех языковых разделов статья по объему и по наполнению. Я буду просто рукоплескать, если кто-то из вас сможет сделать что-то подобное, потому что это огромный объем работы. Что здесь важно понять и считать из этой статьи? Это то, что все, что здесь написано, все по делу. Это не значит, что вот этот объем статьи — это все вода, как это часто делается в каких-то статьях про организации. Это большая проблема, которую нужно учитывать, что все, что пишется в Википедии, все по делу. Обратите внимание на разбивку содержания, что есть историческая часть, есть описание продуктов, еще чего-то, есть описание устройства компании, то есть основных людей, какие-то финансовые вещи, какое-то руководство, что-то еще. Это практически универсальные вещи, которые должны быть и будут в любой статье. Из того, что вам будет ближе, я вам покажу статью про университет низкотемпературных пищевых технологий, так называемый холодильник. У вас, наверное, так, сейчас, секунду. Что хорошо в этой статье, это то, что университет по факту закрылся, ну, то есть он вступил в ИТМО, у них произошло объединение, и сейчас он работает, в общем-то, как институт внутри университета. Здесь тоже можете заметить, что есть историческая часть, которая разбита подразделы, есть какие-то описания устройства, ну, например, есть раздел «Смотри так же», где указаны выпускники, то есть статьи объединены в категорию выпускники холодильника, ну, то есть института пищевых технологий. Нет смысла дублировать эту же информацию в разделе, можно просто дать ссылку. Я, к сожалению, не могу транслировать экран, потому что это доступно только для Windows, и я не являюсь сейчас пользователем Windows. Я не нашла, к сожалению, ноутбук на Винде, чтобы вам показывать экран, к моему большому сожалению. Это все примеры, на самом деле, довольно скучные, потому что вы и так прекрасно знаете, как выглядит статья о Википедии, вы знаете, что она может из себя представлять. Здесь гораздо важнее другое. Гораздо важнее – это конфликт интересов, так называемая аффиляция. Вот здесь очень важный момент. Вы являетесь, например, сотрудником организации. Что такое вообще аффилированность в контексте Википедии? Это значит, что вы так или иначе заинтересованы в какой-то теме, о которой вы пишете. В случае компаний здесь немножко более очерчен круг аффиляций. Ну, то есть это означает, что вы либо получаете какое-то вознаграждение, это может быть либо денежное вознаграждение, либо, я не знаю, вам могут там что-нибудь за это давать, ну, например, ну, не знаю, ящиком книга, что-нибудь типа того. То есть вам могут обещать какие-то вознаграждения, например, предоставить вам доступ на какую-то конференцию или что-то еще в этом духе, если вы это сделаете. Вот это все является признаками аффилированности. То есть вы так или иначе заинтересованы в том, о чем вы пишете. Считается, что если вы сотрудник организации, то вы аффилированы по умолчанию и не можете быть непредвзятым. Ну, опять же, про то, что... То есть в данном случае в Википедии нужно доказывать, что вы не верблюд, то есть нужно доказывать, что вы максимально нейтральный человек, вы имеете право говорить о компании так, как это есть, потому что никто не знает о компании лучше, чем ее сотрудники. И это нормально писать о своей компании. Главное делать это по правилам. Как только вы их соблюдаете, вам становится гораздо проще жить. И википедистам тоже спокойнее, они перестают нервничать. Что важно понимать? Буквально пару слов из предыдущего вебинара. Это то, что на любой чьих Википедий есть правила. Даже если вы не знаете, что это правило есть, нужно просто подразумевать, что оно есть, и пытаться его найти. В случае, например, конфликта интересов и вообще любых случаев, когда человек аффилирован с организацией, есть довольно много правил. И часть из этого даже не правил. Там есть всякие шутливые эссе, например, о том, как испортить свою статью. Ну, то есть, знаете, такие, знаете, астеровские, такие вредные советы о том, что нужно сделать, чтобы обязательно все было плохо. То есть, ну, известно, что нужно сделать все наоборот. Вот, то есть, такие вещи можно найти, это все прописано. То, насколько понятно это прописано, это уже отдельный вопрос. Но, тем не менее, считается, что нужно заявить о своем конфликте интересов. И тогда википедисты будут считать, что вы открытый человек, что вам можно доверять, и подразумевает хорошее намерение, что вы будете писать только хорошее, и к вам будет тоже хорошее отношение. На практике в Рувике все складывается немножко сложнее. Есть действительно некоторое количество авторов, активных авторов. Я сейчас оговариваюсь только про активных, потому что остальные википедисты, они, как правило, работают где-то вот в своей теме, в каких-то своих интересах, и особо не трогают какую-то, ну, вообще, другие темы, которые их не касаются, и не вступают в какие-то диалоги. Поэтому те люди, которые занимаются решением любых вопросов, например, оставлять статью, не оставлять статью, что туда добавить, какие шаблоны поставить, вот эти все люди, они, как правило, то есть они называются как раз активными авторами, и у них отношение к аффиляции, оно не всегда такое, как написано в Википедии. То есть не всегда это означает, что к вам будет относиться с почтением и уважением, и что нужно ждать благодарности за вашу правку. Все не совсем так. Практика показывает, что пиарщики и другие люди, которые не очень хорошо разбираются в правилах, приходят и делают ерунду, а потом, соответственно, еще вступают в споры и говорят, что типа стучат, не знаю, папкой по столу и говорят, что я тут вообще все знаю, а вы не знаете, и делайте, как я сказал. Вот из-за таких людей есть некоторые предвзятые отношения. То есть, да, действительно, по-хорошему имеет смысл заявить, что вы относитесь к этой компании, но совершенно, ну, это не обязательное, но желательное правило. Не обязательно, я сейчас опять же оговариваюсь, то есть в Википедии написано, что если вы редактируете статью, к которой вы имеете непосредственное отношение, то есть у вас есть какой-то конфликт интересов, то вам нужно либо избегать редактирования, либо заявлять об этом. По факту получается, что большинство людей просто стараются это тактично умолчать. Если работать в рамках правил Википедии, то, в общем-то, нет большой беды в том, что вы не говорите о том, что вы с какой-то компанией соотноситесь. Что важно понимать про афилированные источники, про конфликт интересов и всякие другие вещи. Заранее, до того, как вы начинаете что-то делать в Википедии, лучше всего изучить более детально все эти правила и практику, и посмотреть, может быть, даже комментарии, которые есть к определенной теме на определенных форумах или в обсуждении статей. Это даст понимание о том, с какими сложностями сейчас находится, например, существующая статья или отрасль. То есть если вы, например, работник культуры, то к вам лояльность будет немножко выше, потому что считается, что если сотрудник музея или библиотеки будет писать о своей организации, то ему простительно то, что он будет это делать неидеально. Действительно, идеально делать это, конечно, сложно. Неидеально делать можно, но, опять же, из уважения к организации, из уважения к читателям, к википедистам и ко всем, кто этим будет пользоваться, лучше это всего делать как можно более точно, правильно, не совсем то слово, точно именно по правилам Википедии. Я в презентации, которая у вас будет доступна, дала несколько основных ссылок, которые имеет смысл почитать, например, на этом слайде они есть. Плюс, если вы откроете любой из этих сайтов, внизу обязательно будет список «Смотри так же». он будет показывать какие-то связанные стати с этой темой, которые можно почитать что-либо. То есть в случае, например, конфликта интересов вы можете почитать про, например, философию блокировок. То есть чем мотивируются википедисты, когда они блокируют тех или иных пользователей, литейные правки, и как это связано с конфликтом интересов. Это важно. Все-все-все читать, конечно же, не обязательно, но нужно разбираться в теме. Я каждый раз об этом иговариваюсь, потому что это действительно важно. Сейчас я попробую загрузить скриншот, что я имею в виду. Скриншот, который есть на главной странице, сейчас показан в презентации, это из письма фонда Wikimedia.ru о официальной позиции фонда, о людях, которые так или иначе аффилированы каким-то образом с какой-то темой. В выделенном тексте сказано, что нужно обязательно указывать, то есть раскрывать свою аффилиацию, чтобы избежать конфликта интересов. Это имеет отношение и к оплаченному редактированию, то есть, например, если вы каким-то образом пишете статью и берете за это деньги, как делаем мы, например. То есть мы обязаны раскрывать эту аффилиацию. Либо вы просто участвуете в... Ну, не знаю, как автор какой-то статьи о своей компании. Я сейчас показываю как раз вот этот раздел «Просмотри так же». Он обязательно есть в конце. И просто иметь в виду, что он там есть. Простите, у меня немножко мысли плывят. Я сейчас соберусь и обязательно вам расскажу. Очень мало спала. Меня это не извиняет, но тем не менее. По поводу конфликта интересов. Его нужно заявить в определенных местах. То есть где нужно сказать о том, что вы работаете в организации? Есть, по факту, три места, где нужно это сказать. Во-первых, это личная страница участника. То есть как только вы создаете свою учетную запись, у вас ваш логотип сверху, ну, то есть логотип, никнейм, который вы выбрали, он будет светиться красным первое время. Вот стрелочкой тут показано, что красным светится... Так, а я могу это сделать или не могу? Красным светится никнейм, когда там ничего не написано. Как только вы начинаете записывать что-то о себе, записываете эти изменения, сохраняете эти изменения, ваш ник начинает светиться синим. И вот это то место, где имеет смысл сказать, что вы работаете в какой-то организации. Музей, библиотеку, университет, неважно. Этого места абсолютно достаточно, чтобы сказать, что вы с чем-то аффилированы, и как только вы будете что-то редактировать, и администраторы или любые другие вики участники будут смотреть на ваш вклад, они могут перейти на вашу страницу и посмотреть в описании, что да, действительно, человек заявил, что он там работает, все, к нему вопросов больше нет, он об этом сказал. В случае страницы обсуждения статьи, у любой статьи есть страница обсуждения, она находится непосредственно рядом с самой статьей просмотра, рядышком есть скриншот, где видно, что Википедия — это главная страница, это сама статья, обсуждение — это ее страница обсуждения. В любой статье есть страница обсуждения, там можно заявить о том, что вы аффилированы с этим источником. Я не нашла в русскоязычной Википедии такого примера, чтобы кто-то говорил про то, что он там работает, наверняка это есть, но это не так легко ищется. В случае англоязычного, например, раздела, там есть целый шаблон. Вот тут есть скриншот этого шаблона, в котором говорится, что какой-то определенный юзер, он аффилирован с этой темой, и он правил, соответственно, имейте в виду, что все те правки, которые внес этот участник, к ним нужно относиться критически. Опять же, если правки там проверяемы, и если стоит последняя проверенная и отрулированная версия, это значит, что юзеру, который это внес, можно доверять, и все нормально. Третье место, где можно указать, что вы так или иначе аффилированы с организацией, это описание изменений правки. Это тот момент, когда вы исправляете какую-то статью, то есть вы делаете правку, и в конце вот этого окошка редактирования есть обязательно окошко изменений, описание изменений. И в этих описаниях изменений, во-первых, я всегда призываю делать эти описания, потому что, ну, в общем, нет ничего сложного, чтобы сказать буквально пару слов о том, что конкретно вы сделали, чтобы просто человек, который будет проверять за вами правку, он просто прочел, что это, например, орфография, и не тратил бы время на проверку. Но при этом, если, например, написали туда много, и внесли туда много, то понятно, что википедист придет и посмотрит. Собственно, да, вы можете тоже написать, что эта правка сделана в рамках вот этого маленького поля, чтобы аффилировано с этой организацией, чтобы, например, научный сотрудник университета, вы знаете, как это устроено точно. Но, опять же, любые изменения должны быть со ссылками. Я об этом говорила в прошлый раз, я это напомню сейчас, то есть это не значит, что вы просто внесли, потому что вы это знаете, потому что в этом случае это называется первоисточником. То есть вы как первоисточник, вас нельзя проверить, никто не знает, правда ли это, или вы, не знаю, почему-то так считаете. Поэтому здесь можно указать о том, что вы работаете, этого тоже будет достаточно. То есть это не значит, что нужно писать во всех трех местах, это значит, что можно выбрать одно какое-то место, ну, либо, например, указать это в профиле, как это делаю я всегда, у меня в профиле написано, с чем я аффилирована, а в описании правки я всегда пишу, это была, есть ли у меня конфликт интересов или нет. То есть в данном случае, например, вот в презентации есть внизу вот это вот описание, что статья создана в рамках оплаченного редактирования, это непосредственно конфликт интересов, и человек, который это писал, он получил какую-то оплату за создание этой статьи. В случае, не знаю, сотрудников, они получают заработную плату, и, собственно, это в части Википедии считается тоже конфликтов интересов. Это те вещи, которые нужно помнить, когда вы работаете в Википедии непосредственно. Это не значит, что нужно обязательно писать, я уже тоже говорила об этом в прошлый раз, что вы можете просто подготовить этот черновик вне Википедии. Вообще Википедия это то место, где нужно смотреть на информацию, которая там представлена, и чтобы публиковать что-то. Но вот этот промежуточный этап, когда вы, например, решили, что туда нужно что-то писать, и до публикации делайте это вне Википедии, где-либо в текстовом редакторе, сохраняйте изменения, не теряйте эти изменения. И я не призываю пользоваться песочницей или черновиком, чтобы там что-то хранить. Википедисты, возможно, меня осудят, но мне кажется, это порочная практика, и это имеет смысл делать отдельно. По поводу непосредственно практики. Здесь есть некоторое количество шагов, которые нужно, опять же, понимать, чтобы делать статью. Если вы решили все-таки редактировать, вам нужно выбрать имя учетной записи. Простите, я немножко простужена. Важный момент, что держателем учетной записи должен быть один человек. Это значит, что учетная запись – это ответственность этого человека, ее нельзя передавать другому человеку. То есть если вы, например, работаете в организации и, не знаю, работаете в университете, университет хочет что-то редактировать, и у пиара или пресс-службы есть какой-то аккаунт, это не значит, что с этого аккаунта могут публиковать то один, то второй человек. Вот такого не должно быть. По логике Википедии должна быть персональная ответственность за то, что вы пишете. То есть, во-первых, вам нужно запомнить, что одна учетная запись – один человек. Если человек уходит, например, из организации, учетная запись уходит вместе с ней. То есть он может прийти, например, в другую организацию и, да, спокойно уже редактировать про другую организацию с этой же учетной записи, в этом нет ничего плохого, нет, опять же, никаких трудностей в том, чтобы создать новую. То есть вы определились с тем, что вы один или одна. Дальше вам нужно определиться с названием. Как человек, опять же, который борется за открытость максимальную, я призываю к тому, чтобы учетная запись была вашего имени, потому что персональная ответственность – это всегда хорошо, и если вы, например, назоветесь, условно, своей фамилией, то к вашим правкам небольшой коэффициент доверия все-таки появится, потому что вы не скрываетесь, вы не делаете ерунды, и вы честно говорите, что кто вы, и вы лицом отвечаете за свои правки, но в любом случае свободу анонимности и возможности анонимности никто не отменял, поэтому, естественно, вы можете выбрать абсолютно любой никнейм. Главное, чтобы это не было названием организации. Был момент, когда я помогала музею космонавтики, московскому музею космонавтики загружать фотографии, у них был аккаунт, который назывался так же, как музей. То есть по нему идентифицировалось, что это музей космонавтики. Естественно, они получили предупреждение, естественно, учетная запись была удалена. То есть там есть два варианта. Если, например, эта учетная запись есть, и вы хотите с нее продолжать каким-то образом редактировать, то можно подать заявление на переименование. Администраторы посмотрят, кто это, что это, и скажут, что окей, мы называем учетную запись каким-то именем, который вы предложите. Но, опять же, можно совершенно спокойно оставить эту учетную запись в покое, пускай она лежит, и создать новую. Абсолютно нет проблем в том, чтобы редактировать с чистой учетной записи. То есть нужно избегать совпадений, и, опять же, это попадает под правило о нерекламности. Учетная запись, по которой понятно, что это за бренд, она является рекламной и также подлежит блокировке, ну, или каким-то мерам, которые сочтет нужным, ну, не знаю, администратор, человек, который принимает решение, подводящий итоги. Хорошо. То есть вы определились, что вы единственный человек этой учетной записи, вы выбрали ее имя, вам нужно регистрироваться. Соответственно, когда вы регистрируетесь, вы создаете описание профиля. Вот я немножко раньше говорила про то, что как раз в этот момент в описании профиля имеет смысл написать, что вы работаете в этой организации, и обозначить круг тем, которые так или иначе вам интересны, и к которым вы имеете отношение, возможно, либо как эксперт, либо как... то есть это либо ваша профессиональная сфера интересов. Я, например, научный коммуникатор, и у меня четко обозначено, что я могу заниматься такими темами. Либо вы можете указать свою сферу интереса. Кто-то любит, например, готовить, кто-то любит, например, птиц. Вы тоже можете... ну, или там, вы много про это знаете, и можете так или иначе это редактировать. Вы можете совершенно спокойно это указать рядом с местом, где вы работаете. Я работаю в СПБГУ и знаю много про Кавказские горы, и буду писать про Кавказские горы, ну, или там, редактировать что-либо. Это абсолютно нормально, и это, опять же, дает некоторое расположение к вам, как к человеку, что, опять же, важно в вопросе аффиляции, потому что делает из вас совершенно живого и внятного человека, с которым можно поговорить, и не показывает вас, как по умолчанию считается любого пиарщика, который пришел, и сейчас будет писать об организации только хорошее и удалять только плохое. Соответственно, на этом слайде вот все вот эти синие подчеркнутые слова, это все ссылки на определенные правила, они вам все тоже будут доступны из презентации, просто читайте. Когда вы уже подготовили площадку, то есть у вас есть четкий профиль, по которому идентифицируется, что вы адекватный человек, и что вы с чем-то аффилированы, вам нужно понять, как работать дальше со статьей. Дальше есть несколько вариантов. Статья либо уже есть, либо ее нужно создать. В любом случае, даже если статья уже есть, это совершенно не значит... Википедии вообще ничего не значит 100%. Если статья уже есть, она может быть плохой. Это нормально. То есть если вы хотите в ней что-то редактировать, это значит, что мне чего-то не хватает. Это не значит, что она плохая, но значит, что ее нужно доработать. Это нормально. Для того, чтобы ее дорабатывать, нужно определиться с примером. То есть лучше всего исходить из каких-то... из чего-то, что уже хорошо выглядит. То, как считают, например, люди, то есть есть пиарщики, руководители, которые считают, что вот так вот выглядит хорошо и нормально. По-другому не надо. Есть википедисты сообщества и все, что связано с Википедией, которые считают, что вот хорошо выглядит вот так. То есть две точки зрения часто не совпадают. То есть руководитель обычно говорит, что типа напишите там то, что мы сейчас делаем, а историю удаляйте, она вообще не нужна. В случае википедистов, наоборот, история очень важна. А то, что сейчас там производится, продается или что-то еще, вот вообще совершенно не энциклопедично и незначимо. Поэтому в данном случае вы, к сожалению или к счастью, не можете сами определять, что показывать в этой статье. Вы можете только пользоваться правилами площадки. Но в этих рамках, в этих правилах очень широкая вариативность и очень многое можно показать. Все те примеры, которые есть на втором слайде этой презентации, различных организаций, там есть государственная организация, там есть статья про главный центр специальной связи. Это абсолютно... это унитарное предприятие, про которое очень неплохая статья, просто потому что им понадобилась эта хорошая статья, и они нашли человека, который поможет ее сделать. То есть совсем не обязательно это делать самим, но важно понимать... вот понимание — это шаг вообще к успеху. Как только ты понимаешь, что тебе нужна статья по правилам Википедии, ты уже делаешь большой шаг вперед. Как только ты убеждаешь руководителя, что его видение и видение Википедии не совпадают, и, возможно, оставить в том виде, в котором он хочет, это опасно, потому что либо заблокируют, либо исправят, либо еще что-то, что неприятно видеть, то имеет смысл апеллировать к правилам. Поэтому как только вы находите хороший пример статьи, вы берете ее за основу и начинаете прорабатывать. Опять же, в Википедии есть, среди прочих правил, есть некоторые правила шаблон, то есть из чего должна состоять статья, то есть там есть карточки, есть блок истории, то есть само описание объекта, есть какие-то дополнительные блоки. Здесь на слайде показана ссылка, там можно посмотреть как раз этот шаблон. То есть там я рассказывала в прошлый раз, что у меня есть памятка, которую я делала, из которой гораздо, наверное, проще и быстрее взаимодействовать, чем с основными правилами, то есть она не заменяет, а, скажем так, поясняет их. Я опять дам ссылку на памятку чуть-чуть попозже, если кто-то не был в прошлый раз или не открыл ее. Там есть тоже некоторая структура, то есть то, с чего должна состоять статья и что, зачем идет, потому что есть все-таки некоторый шаблон. Вот вы берете за основу этот шаблон и по нему пытаетесь доработать статью. И вот дальше идет как раз блок работы. И я не буду вам описывать о том, как набирать источники, писать статью и все такое. Я расскажу более важные вещи с точки зрения подготовки, потому что написать статью – это проще всего. А вот подготовиться к тому, чтобы она соответствовала правилам и сохранилась в Википедии – вот это гораздо более важно. Ну, например, перед тем, как вы будете что-либо публиковать, сначала проверьте. Вполне возможно, такое может быть, что статья уже создана, и она просто под другим именем. Опять же, пространство имен, то есть выбрать название статьи – это тоже целый ритуал. У меня здесь нет ссылки, но я ее отдельно дам, возможно, в описании вебинара, потом на YouTube там будут все подборки нужные, чего не хватает в презентации. Название статьи, вообще любой статьи Википедии, у него тоже есть обязательно правило, иначе уже будет хаос. И правило, оно довольно простое. Название должно быть узнаваемым и уникальным. Это значит, что не нужно писать… То есть, если проще, то то, как вы ищете что-то в поисковой сети, то есть вы, например, вбиваете, не знаю, Пушкинский музей, вот то, как вы вбиваете это в любой поисковик, Яндекс, Гугл или что-то такое, вот это как раз и будет фактически заголовком. Понятно, что есть, опять же, какие-то нюансы, и то же самое Пушкинский музей, например, Википедия официально называется государственным музеем, полным практически названием. При этом есть перенаправление Пушкинский музей. То есть, если вы в Википедии будете искать Пушкинский музей, вы все равно попадете на ту же самую статью. Единственное правило, что названия не должны, ну, скажем так, быть идентичными друг другу, поэтому часто можно видеть, что есть какой-то объект, а в скобочках название страны или города. То есть, это часто можно увидеть там в случае памятников, улиц или чего-то еще. То есть, например, название улицы, ну, не знаю, Ленинский проспект, а в скобочках город, где эта улица находится. То же самое примерно и с организациями. Если вы понимаете, что организация, ну, есть одноименная, и про эту одноименную организацию есть статья, то имеет смысл сделать уточнение. И тут есть важная оговорка. Я говорю сейчас о организациях, про которые можно создать статьи. То есть, они значимы по умолчанию, и дальше идет вопрос только формальный в количестве источников и в качестве материалов. Если очень нужно, очень хочется создать статью про организацию, это обязательно проверяется через критерии значимости. В Википедии есть критерии значимости. Опять же, примерно про все. Есть общие критерии значимости, по которым можно определить, можно ли создать про этот объект статью или нет, или можно ли добавить эту информацию в статью или нет, потому что критерии значимости, они работают не только на существовании статей, но и на существовании информации в ней. А есть частные, то есть, например, очень много, когда очень много статей образует некоторую практику, по этой практике можно написать частные критерии. Например, такое есть для ученых или для деятеля культуры. То есть, если вы будете искать правила по критериям значимости персоны, то там будет очень много подразделов, которые относятся непосредственно к тому, про кого вы будете писать. И, собственно, если ваш объект проходит два или более пункта критерия, значит, статью создавать можно. В случае организации чаще всего действуют общие критерии значимости, очень редко для чего написаны, очень мало для чего написаны какие-то частные особенности. Например, у меня сейчас моя личная боль, это мой большой проект про НКО. Я пишу про, и мои авторы в том числе, мы пишем про сектор благотворительности в России, и для организаций, которые занимаются благотворительностью, для них действуют как раз общие критерии значимости. И по ним очень сложно понять, организации значимы или нет, потому что они очень широкие. И в этом случае довольно большое серьезное поле для дискуссии с википедистами, которые считают, что какая-то организация незначима, потому что у нее нет, например, какого-то количества оборотов, или нет какого-то количества людей, или она работает недостаточно долго. В этом случае имеет смысл прописать прям отдельные критерии значимости, инициировать их обсуждение. Это слишком сложно для того, чтобы инициировать обсуждение, например, для критерии значимости в вузах, но тем не менее, просто понимайте, что они есть, и умейте их найти. Как только вы убеждаетесь, что статьи нет такой же, или нет, например, раздела в какой-то статье, потому что часто бывает, что если компания относится к какому-то человеку, то это может быть просто разделом в биографии, то вы можете, конечно, развивать непосредственно статью. Что делать, если статья удалена? Как вообще это проверить? Когда вы вбиваете заголовок в поиск и смотрите уже на страницу создания статьи, вот она у меня есть на следующем слайде, это как раз по заголовку можно увидеть, что с этой статьей было раньше. И здесь два очень хороших и показательных примера. Когда статьи создавались, они были почему-то плохими, мы, к сожалению, не можем посмотреть те варианты, которые ранее публиковались, но мы видим решения, которые приняли ликвидисты, мы видим обсуждение этих решений, то есть можно прийти, все обсуждения всегда сохраняются, можно прийти, посмотреть, что там говорилось в тот момент. И чем отличаются правый скридшот от левого? В случае с GetTransfer'ом ребята старались так сильно и так долго, что администраторы просто заблокировали возможность дальнейшей публикации этой статьи, потому что не справились, потому что не хватило сил, не хватило значимости, не хватило еще чего-то, или хватило упорства, наоборот, слишком много спорить, не аргументированно. То есть в этом случае теперь нужно, компании нужно выйти просто на космическую высоту, чтобы википедисты сказали, окей, мы верим, что эта статья и может существовать, что компания значима, мы разблокируем, создавайте. В случае фонда живой, например, здесь немножко другая ситуация, здесь не хватает количества источников, либо написано, опять же, скорее всего, писали сотрудники фонда, поэтому написано очень похоже на то, что есть на официальном сайте, поэтому ее нужно было просто переработать, и в случае, когда есть удаление статьи, вы не можете просто взять и опубликовать новую. Опять же, нужно смотреть на причину удаления. Если статья была удалена просто потому, что она не похожа на статью, ну, просто, ну, вот так плохо написано, что это была просто даже не статья, а какая-то короткая справка. В этом случае, скорее всего, вы можете просто опубликовать новую версию, и все будет хорошо. В случае, если статья удалялась по критерию значимости, ну, то есть она не прошла критерий значимости, по какой-то причине она, организация, показалась неважной, либо слишком маленький филиал университета, либо слишком маленькая, не знаю, районная библиотека, либо, не знаю, медицинское учреждение без источников, ну, или что-нибудь в этом духе, даже если оно суперважное, но, там, не знаю, единственная онкологическая клиника в городе, но про нее особо ничего не пишут. В этих случаях нужно проходить процедуру восстановления и доказательство значимости. То есть нужно будет опубликовать черновик сначала в песочнице, ну, не в основном пространстве Википедии, приложить его к обсуждению восстановления, есть специальные форумы, где википедисты смотрят на формальное соответствие критерия, и только потом, уже дождавшись, просто набравшись огромное количество терпения и отвечая коротко по существу на все вопросы, которые там появляются, только в этом случае есть шанс восстановить статью, и если ее восстановят, то вероятность того, что она будет удалена повторно, крайне низкая. То есть дальше все зависит от того, как эта статья будет развиваться и насколько в ней все будет сложно. То есть, естественно, я знаю статьи, которые выносились на удаление несколько раз и были оставлены. Это не про организацию, но, например, про программу, про проект 5.100, которая государственная большая программа, она, эта статья, так или иначе, с какой-то периодичностью попадает в удаление, потому что это сложная вещь, которую википедисты не очень понимают, и так или иначе возникают вопросы, а действительно ли это значимо, несмотря на количество источников, которые там представлены. Как только вы увидите, что есть какой-то шаблон на удалении, не паникуйте, разберитесь, в чем дело. То есть если там статья о вашей организации уже есть, и у нее есть шаблон к удалению, и вы хотите доработать, чтобы этого не было, ни в коем случае не снимайте шаблон удаления. Вы не имеете права это делать. Это имеют право делать только те участники, те википедисты, у которых есть права, подводящих итоги и выше, потому что любые другие шаблоны, например, рекламности. Если вы переписали статью, и вы полностью, вообще полностью убрали ту информацию, которая там есть, и сделали новую, и приложили источники, и сделали это нейтрально, тогда да, скорее всего, можно убрать шаблон рекламности. Если там нужно викифицировать, и стоит, что типа... Или, например, в этом разделе не хватает источников информации, вы поставили источники, вы можете убрать шаблон. Но если это шаблон удаления, ни в коем случае вы не убирайте, потому что это практика, за которую можно получить блокировку, потому что это просто максимально показывает ваше незнание правил Википедии и, опять же, не показывает ваши хорошие намерения как аффилированного участника, и тогда уже все работы на ваш авторитет, они будут просто подорваны просто одним легким движением руки. В случае, когда статья на удалении, разберитесь, что с ней не так, попробуйте подобрать аргументы, попробуйте подобрать источники и доработать, и вступайте в комментарии, говоря, что вы молодец, вы сделали, проверьте, пожалуйста. Что еще важно знать про статьи об организации? Очень важно понимать, какие источники можно брать. Опять же, это было, это есть и в памятке, это было и в прошлый раз, но я, пожалуй, скажу все-таки отдельно про аффилированные источники. Это значит, что никакой информации с официального сайта, никакой информации с официальных пресс-релизов, которые выпущены вашей организацией. То есть, если этот пресс-релиз попал в СМИ, и СМИ об этом написали, это уже другой вопрос. Но если это выпускается вашей организацией, это конфликт интересов. Книги, которые выходят в вашей организации, о вашей организации, это тот момент, на котором я часто спотыкаюсь, когда пишу о вузах. Никто не знает о своей организации лучше себя самих. И вузы, заинтересованные в том, чтобы у них были, например, какие-то юбилейные книги, выпускают, ну, не знаю, там, книгок столетий университета. Такое было с высшей школы экономики, там, с их 25-летием. Такое было с ИТМО, с их тоже столетием. Вот эти книги, они являются аффилированным источником. То есть, если, например, вы возьмете эту книгу и сошлетесь, там есть какая-то информация про другой вуз. Ну, например, ИТМО пишет про, не знаю, СППГУ. И когда вы пишете про СППГУ и ссылаетесь на книгу ИТМО, это не аффилированный источник. Если пишете про ИТМО и ссылаетесь на книгу ИТМО, это аффилированный источник. Собственно, сейчас вы можете увидеть, например, в статье про ИТМО, что в разделе истории стоит шаблон, что раздел написан, создан аффилированным источником. Это нормально, это не страшно. Нигде нет больше информации, кроме этих книг. То, что книги аффилированы, не значит, что они плохие. Это значит, что они выпущены этой организацией. Если содержимое проходит нормально, критерии Википедии по нейтральности изложения, качеству изложения и всем остальным вещам, оформлению и тому подобное, то не пугайтесь этого шаблона. Он не страшный. По поводу книг, я бы сказала, если есть какие-то вопросы, самое время их задать, потому что время у нас заканчивается, я даже не буду задерживать, я просто покажу какие-то определенные примеры и расскажу более подробно про вот этот блок. Я так понимаю, вопросов пока нет. Что ж, это хорошо. Это означает, что я либо очень хорошо рассказываю, либо все настолько сложно, что вы просто не знаете, что спросить. Если статья об организации принципиально невозможна, ну, то есть мы рассмотрели вариант, когда статья, например, либо уже есть, либо ее можно создать, есть еще два варианта, о которых я уже оговаривалась, про которых можно сказать немножко более подробно. Это про то, что делать, если статью создать невозможно. В этом случае есть варианты органично вписать эту информацию в уже существующие статьи. Например, вот я показываю здесь статью про бездомных в России. Она интересна тем, что в ней есть, кроме основной истории, очень большой истории про то, как это сложилось, про то, какая сейчас есть ситуация, там есть целый большой раздел про организации, которые занимаются помощью бездомным в России. То есть про все эти организации отдельно статьи не создать, только вот кроме ночлежки, пожалуй, которую мы же тоже писали, которые тоже находятся на удалении, и сейчас идет обсуждение, чтобы ее оставить. Или уже нет? Да, уже оставлено, слава богу. Или я что-то путаю. Но тем не менее. А все остальные организации, они слишком маленькие, но их имеет смысл прописать, потому что они важны. Второй вариант – это когда есть персоналия, и организация так или иначе ассоциирована с этой персоной. Например, есть статья про ректора какого-то филиала, ну, например, да, есть главный филиал в Москве, а остальные там в регионах. Про филиал в регионе отдельно статью создать нельзя по каким-то причинам, либо источников не хватает, либо значимости не хватает, либо что-то еще. Но при этом есть статья про непосредственно ученого. Как правило, это ученый. При этом в статье про этого ученого можно сделать аккуратный раздел про его вуз, чтобы в общих чертах рассказать, что это такое, что он был, ну, или есть, или является ректором вот такой-то организации. Тут очень важный момент, вот этим надо быть аккуратно, потому что лучше меньше, но лучше, потому что википедисты будут смотреть на соразмерность блоков, то есть если биография, например, человека занимает вот столько, а описание компаний вот столько и больше, то, естественно, она будет сокращена или вообще удалена. Просто скажут, что, типа, не тот вариант, когда нужно это описывать. Вот в случае каких-то государственных организаций и чего-то еще, они как бы по умолчанию обычно значимы, крупные организации, а с региональными, региональные обычно вписываются как раз разделом в основную статью. То есть, ну, опять же, по поводу вуза я, наверное, перемудрила. Есть статья про высшую школу экономики, и есть три университета в других городах. Ну, их совершенно спокойно можно описать кампусами в основной статье про московский вуз. Этого более чем достаточно для того, чтобы иметь какое-то упоминание. По поводу объема оговорю очень важный момент, и потом буду отвечать на вопросы. Это основные правила, по которым делается та или иная статья. Забудьте про скорость. Это не горит совершенно. Википедия никуда не денется. Она в 17 лет существует, и еще столько же, наверное, будет. Главное, не торопитесь. И даже если вы сделаете ошибку, ничего страшного, это можно поправить. Просто старайтесь не спешить, по крайней мере, в поиске материалов. Обязательно проверяйте все правила, с которыми вы так или иначе будете сталкиваться. Обязательно подтверждайте источниками все, что вы пишете, хотя бы один источник на абзац. И по поводу объема. Лучше сказать меньше, но самое основное, чем писать сразу, но много. Такое часто бывает, когда про организацию написали комплексно и написали очень много, но она почему-то в итоге все равно остается, не знаю, ее выносят на удаление. И дальше начинается долгий процесс обсуждения, значима она или нет. Что в этом случае сделано не так? Вроде бы все описали, и все хорошо. Это значит, что статья написана таким образом, что википедисты, которые проверяют статьи, они явным образом не считывают, почему это значимо. То есть, пускай лучше это будет изначально небольшой текст, в котором будет четко прописано, что именно там важно, и почему какие-то вообще минимальные объемы разделов, просто чтобы не возникало вопросов к значимости, и как только она будет одобрена, дальше ее можно дорабатывать. Википедия все-таки про то, чтобы дописывать постоянно, поэтому нет никаких проблем, чтобы ее дополнять. Поэтому, и пускай уж будет небольшая статья, но она будет, чем большая, но она будет удалена, а дальше проходить сложную процедуру доказательства значимости и восстановления. Тут как бы вопрос перестраховки, он очень остро всегда звучит, в темах о компаниях. Проще всего и лучше всего писать о компаниях, которые уже закрыты, типа заводов, которые уже не работают. Но кому это надо? Давайте я теперь по вопросам. Определить категории статьи. Категории, вы имеете в виду те, которые внизу статьи, к чему отнести эту статью, правильно? Категории действуют, вообще работают по принципу матрешки, от самого большего к самому меньшему. И у вас, если у вас стоит категория вузы Москвы, например, то вам не нужно ставить категорию вузы России, потому что категория вузы Москвы, она уже вложена в нее. И когда вы определяете, какие категории вам нужны, опять же, смотрите на примеры других статей. Как только вы нашли эти примеры, посмотрите, что там указано. Чаще всего, когда вы видите очень-очень много категорий, такое обычно бывает у персоналей, это не значит, что все поставлено вручную. Такое также, опять же, бывает у вузов. Когда вы заполняете карточку, в этой карточке есть, например, дата основания, еще какие-то вещи. Такие заполненные поля, они обычно автоматически создаются категории, которые потом генерируются и показываются вот этой общей карточке. То есть попробуйте открыть и редактирование кода той статьи, которую вы взяли за пример, и посмотреть в самом-самом конце категории, которые стоят в квадратных скобках. Как правило, их там не больше пяти, ну, то есть их не очень много, не столько, сколько есть на странице. То есть это один из примеров, когда можно посмотреть. Вы проверяете просто, есть эта категория или нет в Рувике, и просто ставите ее, относите к ней статью. Опять же, если вы поставите, например, две или максимум три категории, этого будет более чем достаточно. Те, кто будет проверять, они куда-то еще могут включить. То есть просто определитесь самыми основными. Как правило, это направление деятельности, ну, то есть это, например, научно-технические вузы или что-то типа того, или библиотека иностранных языков, или что-то еще в этом духе. Это город, то есть это, не знаю, музей Пушкина, ну, что-нибудь типа того. Это может быть еще дата основания, либо непосредственно местонахождение. То есть в случае больших городов обычно есть еще категории улиц, то есть даже или районов. То есть, например, часто у музеев можно увидеть, что они находятся там, не знаю, на Каменноостровском проспекте, ну, что-то типа того. Это не обязательно, но можно. По поводу критерий значимости для вузов. Здесь все довольно сложно. Сейчас я проверю. Википедия. Критерии значимости. Что у нас с организациями? Я знаю, что в Википедии сохранились старые, вот осторожно с этим моментом, сохранились какие-то старые обсуждения или старые правила, которые сейчас не действуют, но они когда-то были. Например, есть проекты правил, критериев значимости для организаций. Эти правила не действуют. То есть вы, когда перейдете, я вам сейчас покажу, перейдете по ссылке, вы увидите сверху шаблон, ой, это не та ссылка, это название файла. Сверху находится шаблон, в котором сказано, что это обсуждалось и не было принято. То есть вы можете посмотреть, что формально говорилось в этом, но при этом оно осталось так или иначе непринятым, и для организации часто действуют общие критерии значимости. Общие критерии значимости написаны на основной странице значимости. Это все ищется, и каких-то специальных нет. Лучше всего смотреть, опять же, по примерам. То есть ищите прецеденты. Если вы не понимаете, можно ли создать статью про организацию или нет, посмотрите, есть ли статья про максимально похожую на вашу организацию. То есть это не значит, что если вы, например, что если это техникум в, не знаю, в маленьком городе, не знаю, в Торжке, например, есть статья про техникум какой-то исторический в Москве, да, и это неравнозначно. Ищите максимально похожее на вас. Вы же знаете ваших там, ну, в хорошем значении прямых конкурентов, то есть, да, вот тех, кто максимально на вас похож. Вот смотрите на эти статьи. Как подбирать фотографии и размещать в статье, если они, а, чтобы они не удалялись руки из склада. Здесь действительно очень важный момент про Викисклад, потому что там действуют правила авторских прав, и проще всего и надежнее всего загружать туда свои собственные фотографии и открывать их, делать их под открытой лицензией. То есть вы автор этой фотографии, вы сфотографировали, например, здание, если вы нету условно, вы загрузили и отметили, что это ваша фотография, и ее точно не удалят. Иногда так бывает, и я сегодня с этим уже сталкивалась, ко мне приходили с этим вопросом, когда человек загрузил фотографию, по-моему, какой-то персоны, то есть вот тот человек, о котором он писал, он дал разрешение на загрузку этой фотографии. Это его личная фотография. Он прислал это википедисту, который загрузил фотографию и назвал ее своей. Почему-то ОТРС не поверил, ОТРС-то проверяющий орган Wikimedia.ru, который как раз смотрит на качество этих фотографий, почему-то он не поверил, сказал, что окей, авторские права не соблюдены, и удалил эту фотографию. То есть формально он отработал правильно и удалил, потому что это действительно не его снимок. Что в этом случае нужно сделать? В этом случае есть несколько сложных моментов. Как правило, они идут через непосредственно диалог с вот этой проверяющей службой. Я не знаю, есть ли русские википедисты. Все, что я писала, было на английском. То есть есть некоторый формальный шаблон, который есть даже... Я встречала его не так давно в методичке Wikimedia.ru. Я тоже приложу ссылку на методичку в описании видео, потом на YouTube, чтобы она была. Там есть шаблон ответа ОТРС про то, что человек, который предоставил эти изображения в курсе, что эти изображения загружаются под свободной лицензией, он дает на это разрешение, и это должен отправить тот человек, который предоставил эти снимки. То есть даже если загружаете вы, но вам дал, например, фотограф. То есть фотограф должен отправить это письмо и с прямыми ссылками на снимки, сказать, что да, это мои снимки, да, я разрешаю, да, их загрузил википедист. В случае, например, вузов часто так бывает. Вот у меня был такой случай, когда у меня попросили договор с фотографом, что он делал эти фотографии по заданию университета, и что университет обладает этими снимками, и, соответственно, может размещать их под свободной лицензией. Вот это уже суперсложно, потому что, если это, например, исторические снимки, то доказать это примерно невозможно. То есть в российских реалиях это все понятно, что по-другому оно не могло сложиться, но в случае американского законодательства, которое развито, в случае, опять же, авторских прав, гораздо сложнее, и у него гораздо более долгая история, чем в России, вот там это совсем другой подход. Поэтому, чтобы их не удалили, это должны быть ваши снимки. Опять же, какие-то снимки, какие-то фотографии могут быть. Хороший лайфхак, когда вы пишете про историю организации, посмотрите исторические снимки, которые уже есть. На Викискладе обычно достаточно посмотреть статью про улицу, где находится это здание, или есть, например, отдельная статья про здание вдруг. То, как правило, в статье про улицу есть архивные фотографии. Ну, не всегда, но могут быть. И там может быть, например, архивное изображение вашего здания про то, как оно было там до вашей организации, ну, или что-то типа того. И они туда уже загружены, они там уже есть, и это нормально, это можно использовать. Плюс всегда можно... Это, опять же, такая сложная вещь. Называются внешние медиафайлы. Есть специальный шаблон для внешних медиафайлов. Их нельзя загружать непосредственно в Википедию, ни на Викисклад, ни в российский раздел. Вы, наверное, видели такие маленькие фотографии, часто у персоналей встречаются. Они такие очень-очень маленькие, и не ограничены по размерам. Извините. Вот такие фотографии чаще всего загружаются... Простите. Такие фотографии чаще всего загружаются в русский раздел. То есть они находятся на Википедии. У них есть определенное правило от того, что они не свободные медиафайлы. Их можно загружать определенного только размера, очень маленького. И в этом случае, опять же, их, скорее всего, не удалят, если они используются в какой-то статье. Если они лежат без дела, то их, естественно, удалят. Что еще по фотографиям? Так вот, можно сделать вот этот шаблон внешних медиафайлов и дать просто ссылки на прямые изображения. То есть там будет такой шаблончик с описанием, что типа, ну, например, здание во время войны. И вы можете просто по ссылке перейти на прямое изображение, которое, не знаю, опубликовано на официальном сайте ВУЗа. Ну, вполне себе тоже иллюстрация. Спрашивали еще про отсутствие свободы перспективы в России. Да, это... Это свобода панорамы или о чем речь? Я не очень понимаю перспективы. Павел, вы можете пояснить? Вы можете подключиться и даже сказать... Да, про панорамы тоже такая отдельная вещь. Я уже говорила тоже в прошлый раз про то, что, например, ну, авторские права, они подразумевают защиту довольно серьезную произведения искусства. И, например, нельзя просто так взять и сфотографировать памятник и загрузить это, потому что, ну, у него авторские права создателя. Вот, ну, можно сделать панораму улицы. Улицы. И если там тот же самый памятник не является главным объектом, он находится просто вот в композиции, то вот это можно, например, загрузить. Это все-таки тонкие нюансы, которые не особо важны в случае организации. Это так, для общего понимания. Вопросы? А, Павел уже дал ссылку на памятку. Смотрите, сейчас вот я немножко задерживаюсь у вас буквально на 10 минут. Есть на нашем официальном сайте wikify.ru, вот на первой странице слайда, там указана и моя ссылка на Facebook по моему имени, и ссылка на wikify. На wikify есть вот там, на первой странице, где фотографии, по имени, там приложен мейл. И всегда мне можно написать вообще все, что угодно. Если есть какие-то вопросы или что-то, какие-то примеры, если вы хотите обсудить какую-то статью определенную, просто дайте мне знать. Я вам дам комментарии по определенной статье. То есть, если у вас уже, например, статья про вуз, я уже все-таки писала не один университет и могу компетентно в этом рассказать уже на примере чего-то. Но это просто не всем будет важно. Еще какие-нибудь вопросы? Павел, подключитесь, пожалуйста. Да, подключаюсь. Спасибо, Анна. Было очень полезно. Я надеюсь. Да, я вижу, здесь собрались только те... Да, подключаюсь. Спасибо, Анна. Было очень полезно. Да, я вижу, здесь собрались только те, кто действительно был заинтересован. К сожалению, в наших вузах не так много народа, который готов писать статьи про свои вузы и библиотеки. Я буквально недавно выступала на конференции музейных сотрудников, музейный пиар, и рассказывала музейщикам непосредственно про то, как Википедия может быть полезным музеем. Там очень много разного. Там и то, что они могут выступать экспертами, и как они могут проверять другие статьи, как они могут, например, перед, не знаю, перед какой-нибудь экспозицией новой, перед выставкой проверять информацию о, ну, например, об авторе. Ну, да, вот такие вещи. В случае вузов здесь огромный потенциал. То есть тут не только организации, тут как бы можно действительно направить все силы специалистов, которые есть на проверку фактов, но это все вещь сложная. То есть Википедист – это не тот, кто прибежал быстро, сделал правку, убежал, то есть, например, взял, поставил где-то запятую, записал, и все, ты Википедист. Да, это хороший легкий путь, чтобы потешить себя, но Википедист в первую очередь – это человек, который понимает, как все устроено и может объяснить другим. Да, я надеюсь, что вот тот ряд вебинаров, которые мы пытаемся делать в Директ Академии, он потихонечку топит лед, который существует между Википедией и профессиональными сообществами, особенно сообществом вузов и образовательным сообществами. Я вижу, что у нас начинается собираться аудитория заинтересованная, которая слушает до конца, задает вопросы, и это очень здорово. Я хочу напомнить, что очередной вебинар Анны будет 22 числа. Если кто-то не увидел, зашел попозже, вот эта ссылка, пожалуйста, регистрируйтесь. Как Википедия может быть, опять же, полезной, и наоборот, как вы можете быть полезной Википедией? То есть это уже более прикладная вещь? Да, между прочим, эта тема затронет еще одну боль. Одна боль, да, это между образовательным сообществом и Википедией, а вторая, это между прочим, эта тема затронет еще одну боль. Одна боль, да, это между образовательным сообществом и Википедией, а вторая, это между научным сообществом и Википедией. Тоже существует некая боль. Вот, возможно, как бы мы начнем растапливать этот лед тоже. Ну что ж, коллеги, давайте поблагодарим Анну. Да, вам тоже спасибо всем, кто пришел. Приходите на вебинары Директ Академии, приходите на вебинар Анны. Ваши сертификаты уже готовы, можете их приобрести, если необходимо. Ну а мы будем стараться приглашать интересных спикеров к нам в Директ Академию.